друзья всем привет сегодня вышло испытание с эволюцией выбором карт я уже даже записал это видео финальный 5 игр прошел то есть 12 один у меня на одном из аккаунтов но оказалось что после вчерашнего стрима у меня сбились настройки микрофона и звук не записался так что записываю заново но на этот раз нет у меня времени доходить до 7 победы будем играть с 1 ну и будем смотреть что в этом испытании к чему мега миньона возьму возьму стрелы может быть убивать огненную лучницу или эволюцию скелетов как там смотрят что на пикаем их скелет это хорошо новин кондишен виде не я возьму гиг скелета все-таки чтобы у меня был танк потому что играть без танка будет печально под гиг скелета хог хорошо заходит берем хога и смотрим что за эволюция нам досталось дух исцеления справа закину может он что-то дорогое выставит ничего не выставляет гиг скелетом д пульс от этого от тарана можно корги га поставить я собственно так наверное сделаю пусть он такая толкает гиг скелета гиг скелет вернее толкает кур гига хога на другую сторону а бомбочка добьет интересно не добьет и придется темного принца ставить все-таки по щиту да успел добежать дать пичку коварный принц давайте с духом исцеления поможем темному добежать до вышки стрелы в во все он так удачно на выставлял и кур гиг у меня теперь эволюционный есть имеет такая карта можно было бы им и задефаться но я думаю что гиг скелет будет лучше мы впоследствии выставим перед ним корги га и будет прям вообще вкуснее не хватит мне эликсира да ну зато на хога хватит ну а вот у него какая эволюция я-то думаю что он не выставляет что у него за эволюция непонятно было теперь все понятно темным принцом против принца дефаюсь дух исцеления на готове стрелы в принцессу и темный принц еще здесь разменивается еще и пойдет его напряжет в атаке был бы эликсир на корги га я бы его из середины пиндюрил но если бы дк бы магического лучника из глубины буду сейчас защищаться не хочу вообще резкие движения делать а у него ракета ну ладно тогда вот так да вот так и вот так пожалуй ну так себе решение на самом деле кургик сейчас все это разменяет давайте ему еще подлечим немножечко к пашечку от этих товарищей будем деф со стрелы плюс магический лучник можно хогушку докинуть там уже на на добивку уже остается чуть-чуть там один раз тыкнуть и все да это победа на три коронки забрали мустафу но это первая игра здесь все понятно здесь всегда просто посмотрим что будет дальше возьму гоблинов они дешевле рыцаря не хочу сейчас брать вин кондишен да потому что мне по-любому дадут еще какой-нибудь вариант здесь вот вопросик я возьму эту и защититься можно если что и варварскую бочку убивать огненную лучницу например и кого мне дадут из эволюции вот что важно ну хотя бы не скелету уже хорошо значит против гиганта против санец на баране у нас уже есть хороший вариант защиты против лучниц разбойниц поставлю можно будет даже ну да я наверно так и сделала так выставлюсь и сюда еще рыцаря поставлю чтобы выжила а вот землетряс он отдал пойдет такое и у него действительно огненная лучница самая сильная эволюция в игре самая сильная вообще карта в игре но он пропустил по правой стороне мой великолепный выпад здесь придется варварами дефаться лучницу я буду убивать прям вот отсюда потому что она может развернуться но я боялся что она развернется и варварам начнет шмалять поэтому пытался как можно быстрее законтрить потому что варвары в атаке важнее то есть они сейчас видите дошли до вышки и урон какой нанесли можно из середины ставить разбойников атакуя левую вышку ну давайте защитимся как бы если он если он не хочет защищаться но мы хотим я не против я не чураюсь защитой только ты братан теперь без двух вышек и продолжаешь агрессивно играть еще с варваров эволюционных выставлю и все вот они тоже они что же вроде как защитная карта но они при этом и как вина кондишен очень хорошо игра потому что у него да у них до хрена здоровья плюс они быстрее ходят когда начинают атаковать ну короче жесткая карта варвару очень сильная карта я вот сейчас вот пройду испытание у меня накопится 15 тысяч сезонных очков я докуплю финальную эволюцию варваров на аккаунте славы и на аккаунте с кладбой и будут видео с лавой и склад бой как вы могли догадаться охотника возьму у него еще плюс урон по области есть помимо урона в одиночную цель возьму электрогиганта сильный воинвин кондишен неудобный поэтому хорошо будет возьму гоблина ну какое испытание без элитки друзья я знаю что вы тоже сидите и говорите и к элитку и левку век воли не видать да так я и сделал теперь многое буду начать зависеть от того какая эволюция у нас его нашего соперника давайте бандитка если что-то это будет размен плюс 2 у нас да и элитку сразу погнали снегок у нас на готове если чем мелочок у какой-нибудь убивать это он 9 выставила в чем фишка я думаю можно прям кайтить прям козит вот отсюда и может быть кладба сейчас будем смотреть по ситуации чем он будет даться может быть кладба так он дэп от стада кладба и снежок сейчас тоже готовим подморозить там все не буду снежок отдавать иначе мне будет сложно дэп отца потом а так у меня сейчас есть гоблины так ладно тогда у меня есть варвары нет смысла выставлять гоблинов потом что-то еще если можно выставить сразу варваров и еще и пойти в атаку например с бандиткой вот так вот так вот прям прям максимальный напряг ему гоблины ну хорошо кстати разобрался вообще прям хорошо им даже обидно немного давайте литка здесь дефаться и от мега миньона и от этого он сейчас ракета у него нет на ракету сейчас поэтому я спокойно их так ставлю ракета давай ракету хорош меня это полностью устраивает он на последний эликсир отдал ракету сейчас будет у него сейчас нет гоблинского бура который он до этого отдал поэтому я просто атакую и сношу его левую вышку сюда еще могу поставить варваров помогу на правую поставить давайте на правую поставим а на левую давайте бандитку поставим а снежок еще подготовим на защиту на прикрытие возможно охотника сюда снежок чтобы подтолкнуть к охотнику и чтобы охотник добил следующим выстрелом пойдет такое минус вышка по левой стороне здесь у нас правда гоблины сейчас умрут скорее всего давайте можно электрогигантом дефаться начиная очередную атаку здесь варварами за дефаюсь обычными ракету он будет закидывать если закидывает я сразу элитку в бой у плохо дорогой плохо ты долго думал и такси закинул в итоге давайте элитку бой как и планировалось кладба в атаку короче удачи тебе дефаться братан снежок сюда подморозим все это дело ну вы понимаете что было бы если бы не закончилось основное время игры было бы три коронки ну и две меня тоже устроит в принципе естественно естественно другого выбора здесь не может быть когда выбираете между скелетами и эволюции и до революции другой карты естественно эволюция другой карты а я возьму-ка я ярость чтобы кургик эволюционный под ярость он такие вещи творит возьму ее будет веселее возьму на стенобоев наверное зачем мне еще дорогой вин кондишна у меня уже есть кургик ю простого чё прикалываетесь 3 вин кондишна ярость хрень какая-то и как в это играть чем не давца от хога подскажет кто-нибудь ну придется разряд отдавать жесткать интересно давайте к электрогига из глубины него тоже колода не ахти должна быть по моим подсчетам как он будет дефца от корги от электрогига интересно это не страшно от корги га под яростью ну понятно вот такая вот игру личка интересно это будет говно выбор карт давайте зашлем здесь стенобоев должно быть хорошо 3 отдал сюда ничего не буду выставлять понятно что самое же здесь игра кто больше про атакует короче потому что защищаться мы не можем по сути у нас говно карты что у меня что у него жесть вообще вообще короче нахрена вы делаете зараза такой вы не можете сбалансировать уже какой блин какой классная эволюция скелетов кстати лучшая карта в игре всем рекомендую качать качайте друзья у него кстати бревно стрелы но это жесть но это блин ну как в это играть зачем вы такой делаете сбалансируйте это говно были колоды хотя бы нормальные прям ужас прям ну прям противно блин ну вот ему ему у него говно колода у меня говно колода вообще не сбалансированы нет мини-танков что это за игра кто больше атакует от выигрывает типа кто больше вкидывает атакующие карты тот выигрывает у кого электрогигант тот выигрывает типа блин ну не интересно вообще никакого скилла чувака вообще жалко но он кстати сам такое тоже так карты выставляют что он бы сбалансированными колодами навряд ли выиграл есть ощущение чувак атакую атакуйте надо атаковать мне защищаться нечем но ведь я понял что надо атаковать с тремя вин кондишенами в колодах а он решает что не не надо надо защищаться ну давай пар гига вот этого еще за дефой получится нет боюсь что нет видели опять эволюция скелетов появилась и исчезла появилась и исчезла собственно так и работает лучшая эволюция в игре напоминаю качайте обязательно если не думаете зачем если сомневаетесь то посмотрите предыдущий ролик про то какая это великолепная эволюция и в этом ролике вы тоже уже наверно видели достаточно что эволюция скелета просто на macho10 разрядик возьмем чтобы эволюция скелета было еще лучше возьму гоблинскую бочку потому что на есть разряд уже есть чем контрить бочку со скелетами разряд же гоблинскую бочку контрит не всегда если идет танк то будут проблемы так ледяной дух взять или до возьму ледяного духа тоже против бочки хорошо против с гоблинской rồi конечно неплохо считает, в защите лучше будет работать и ускорит цикл колоды. Феникса возьму, сильнее, чем мега-миньон, при помощи ледяного духа так точно, и будет перерождаться еще, возможно, яичко, а возможно, будет выманивать какие-то заклинания. У меня эволюция варваров, у него, скорее всего, эволюция огненной лучницы. Самые токсичные карты в игре, но надеюсь, что это не так. Это так, тогда давайте сделаем вот так, вот так, по левой стороне сразу. И будем надеяться, что получится сейчас активировать гэсдэш каким-нибудь фениксом, да? Да, я думаю, феникса достаточно, и ничего больше не делаю. Можно, я думаю, здесь будет задефаться, ну давайте клетка с гоблином для начала. Алешенька сейчас помрет. У меня активирована гэсдэшка, поэтому хорошо. Урон я, конечно, получу небольшой, но что поделаешь. По идее, можно сейчас скинуть так и вот так. Пойдет. Лучниц можно в две стороны расплитить. Стрельни один разочек. Один разочек стрельни. Давайте феникса сюда, а сюда варваров я буду ставить. На этот раз хорошо зайдут. Сюда ледяной дух. Может быть... Нет, не быть. Не может быть. Но он, смотрите, он перестраховался. Он перестраховался. И поэтому я закидываю гоблинскую бочку, и он сейчас ему нечем будет. А! Ну так, кстати, пойдет. Мы сейчас тогда эту штуку законтрим. Давайте вот сюда поставлю клетку, когда она перес... О, вот сюда. Вот так вот. Блин. Хотел по двум сторонам задефаться, в итоге накосячил. Но это огненная лучница, она, конечно, та еще вообще плохая девочка. Скажем так. Когда они у тебя в колоде, конечно. Так. У него есть эти... Разбойники сейчас. Поэтому я не буду варваров с моста. Хотя хотелось, соблазн был. Давайте так. А что нет? Погнали. А он вылетел, что ли? Ну, дружище. Семен Семенович Минеро. Семен Семенович Минеро против меня, кстати. Ну что ж ты так? Вроде хорошо играли. Хорошо, весело все было. А ты взял и все загубил. Все испортил. Все, что между нами было, ты просто одним своим выходом из игры испортил. Ну, может быть, он, короче, побежал просто в тубзик. Может, его прихватил, и он такой, не-не-не, к черту все это. Надо правильно расставлять приоритеты. Обосравшийся победитель не всегда хорошо. Может быть, лучше проигравший, но с чистыми штанами. Ну, немножко мудрости вам, друзья, в этом видеоролике насыпал. Так, стрелы я возьму. Землетрясение ему отдам. Мега-рыцаря возьму. Пусть мучается с валькирией. Пламенного возьму. Пусть думает, как контрить моего мега-рыцаря. И, ну что, гоблинов брать такое себе, наверное. Возьму ледяного голема, да. Потому что у него валькирия, просто гоблины, ну, нифиг знает. Они сюда не лезут вообще. Ледяной голем тоже особо не лезет. Но ту же валькирию, например, закайте. Что-то как-то там красоту создать. Знаете, это атмосфера чемпионства и все такое. В общем, правильнее будет так. Ну, что? Ну, что? Вот ты что задумал, хитрец. Хитрец какой. Нет, у меня рыбак на готове. У меня, кстати, огненная лучница. Капец. Что он взял такое, что отдал мне огненную лучницу? Это в любом случае ошибка. Это ошибка-ошибка. Вообще прям. Вот так никогда не делайте. Особенно, когда у соперника мега-рыцарь. Ну, понятно, что он этого не знал. А вот поэтому и надо разведку проводить. А не сразу же вот так терять одну из вышек. То есть он сейчас пока будет отковыриваться по левой стороне. Слушайте, да, дайте я дам огненную лучницу сюда. С прикрытием. Вот таким вот. Чтобы она еще тут разменялась. Еще там урон нанесла. Он сейчас выставляет. Смотрим, что выставляет. Выставляет это. Давайте, гоблин в атаку по правой стороне. И мы будем делать активацию ГЗшки. Нет, мы не сделаем активацию ГЗшки. Потому что слишком малый запас здоровья остался у... Эээ... 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 Ээээ... Ээээ... Ээээээ... Ээээээ... Много ошибается. Тем не менее, у него активирована ГЗшка. У меня нет. И это может быть проблемой. Так. Пламик. Я даже не буду рыбака выставлять. Я подожду. Может быть я успею выставить мега рыцаря. И это будет сильнее. Было бы сильнее, если бы мега рыцаря успел я выставить. А так пламенный танчит. Но все равно лучше так. Да, видите. Бабамс. И он закукарекал. Представляете, что я сделал? Какой хороший мув, что он закукарекал с него. Да, бывает, братишка. Это выбор карт. Мне всегда везет. Хотя о каком везении мы говорим, если ты мне отдал самую сильную карту в игре. Огненную лучницу. А теперь кукарекаешь. Ну а что еще остается, когда ты это сделал? Правильно. Ну давайте вот так. Давайте вот так. И давайте вот так. И вот так. И вот так. И вот так. И опять кукарекать тебе, дружище. Давайте так. Огненную лучницу сюда убивать что-то. Ой-ой-ой. Ну какая она жесткая. Ну какая. Вот она стрельнула и законтрила просто три карты, которые были выставлены после нее. Вот еще одну карту законтрила магического лучника почти полностью. Ну типа, что это такое? Блин. Ну занерфите уже. Ну портит, блин. Это полностью впечатление от игры такая карта. Да, я с ней играл сейчас. Да, я за счет нее в том числе выиграл. Ну блин, ну это ж перебор. Ну блин. Сделайте что-нибудь за Берселл. Занерфите ее. Просто вот сколько она сейчас эликсира плюс сыграла? Стоит три и убила магического лучника, гоблинов, бочку со скелетами. Кстати, беру бочку со скелетами. Разменялась там, блин, плюс пять, плюс шесть, плюс восемь, наверное. Где-то так. Ненормально. Так, охотника беру. Ему даю говно, себе беру варваров. Все, я думаю, финальная игра, друзья. О, у нас еще два духа. Будь чем законтрить этих самых скелетиков. Серьезно, ты так прям сразу? Ну давай. Здесь ледяным этих скелетиков убьем, а там эти варвары. Ну и теперь как бы можно по одной стороне, можно по двум. Давайте по двум, потому что я не знаю, у него может есть какой-то урон по области, и тогда не будет смысла. А так ему надо все равно что-то выдумывать. Фаербол у нас имеется, мы его просто копим, вкидываем. И теперь наш электрогигант без всяких проблем кромцает вышку. Сейчас вопрос. В принципе, я думаю, что я сделаю вот так, а справа я сделаю вот так. Да, получу небольшой урон, но у него сейчас будет прям сложно. Ему прям будет сейчас тяжело. Им пофиг на мини-генераторы, они жесткие. Но вот я говорю, варвары, они тоже жесткие. Вот смотрите, просто, типа, любая другая карта, вот, ну, то есть, очень много любых других карт, при вот такой постановке мини-генераторов ничего бы не сделали. Эти идут, херачат мини-генераторов, потом идут еще к вышке и урон еще наносят. Через просто наискосок. С одной, с одного моста в сторону другой вышки. Просто, просто пофиг. Давайте с моста электрогиганта. У меня есть ощущение, что можно так сыграть. Ощущение не подвело. И кручусь, кручусь ли. Да, было понятно, что как-то так он будет действовать. Ну, давайте вот так сделаем. И вот так вот. Это, друзья, продумано. То есть, надо было, чтобы мега-рыцарь прыгнул, иначе бы варвары развалились. А так они хотя бы задефают. Здесь фаербол. Ждем подтянутся, когда остальные два мини-генератора. Влетает фаер. Ледяным духом дефаемся. Ну и все, дальше играем от защиты. Дальше никаких авантюр. В принципе, и вот этот электрогигант с мостом он был не нужен. То есть, надо было играть от защиты, и все. Я же вышку ему вроде убил. Да. Идеальная эволюция скелетов, которая просто натыкается на разряд, и все. Да, один Ларри выжил, но что из этого? Ничего хорошего. Электрогигантом все это останавливаем. Варварами дефаем кладбу. Дефаем же. Да, дефаем. Хорошо. И все. Он там может наваливать все, что угодно. Типа, но... Это не закончится ничем хорошим. Потому что у меня уже есть варвары еще одни. Я уже готов к защите. Давайте бочку со скелетами скинем. Все. Он сдался. Это правильно. Вот такое испытание. Я пока не проиграл ни разу на этом аккаунте. Ну, с проходить буду заканчивать вне видео, и уже не сегодня, потому что и так много времени я потратил на этот видеоролик, друзья, получается. Ну что, я думаю, все понятно. Давайте кратко подведем итоги. Огненная лучница топ. Ее берем в первую очередь. Далее, если выбор между Мортирой и Коргигом, берем... Либо... Блин, даже не знаю. Не, ну там надо думать, смотреть от заклинаний. Но если Огненная лучница есть, берем ее. Если предлагают вам скелетов, скидываем их сопернику. Короче, не берем скелетов, берем Огненную лучницу. Вот и все. Все, что надо знать. Если дают варваров, а соперник Коргига, берем варваров. Варвары контрят Коргига, замечательно. Если Мортиру или Варваров, то берем Мортиру. Мортира контрит Варваров. Из защитной позиции. Ну и плюс в атаку она хорошо работает. Если Мортира или Коргиг, здесь уж смотрите сами. На самом деле, если быстрый цикл у вас подбирается, то можно взять и Мортиру, чтобы перекрутить Коргига. Если не подбирается, тогда лучше взять Коргига, чтобы контрить Мортиру. Короче, вот так, друзья. Все, всем удачи. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok